Доброе утро, дорогие друзья! Все, мы продолжаем изучать Тору. Главное, что есть вещи, которые сыпятся в мире, да? Есть вещи, которые, как иллюзия, они рассыпаются, а есть вещи, которые они надежны. И вот изучать Тору эта вещь оказалась надежной. И интересно, что так же подумали в Израиле. В Израиле сейчас же карантин. Да, сейчас все соберутся. Доброе утро. Кто где находится, напишите, кто где. Кто где. Слушает. Это вообще удивительная вещь. Кристина. Где Кристина? В Тиве, наверное. И на сегодня вот есть возможность, где бы ты ни находился, быть одновременно во всем мире. Видеть, что вокруг происходит, в других местах. И, значит, мы в таких, знаете, с одной стороны мы находимся с одной стороны мы находимся где-то в виртуальном, мире, там, летаем в космос, летаем в космос, выращиваем, там, я не знаю, этих овец. Есть овца доли, знаете, была, уже давно, уже овца доли, уже ее клонировали, там, сотни раз. А с другой стороны, какой-то маленький вирус закрывает мир вот так вот, оп, за один, буквально несколько недель вот последних мир полностью изменился. Полностью изменился. Какой-то маленький вообще непонятный вирус, он напугал так весь мир, и никто с ним ничего не может сделать. Вообще ничего. То есть, мы видим, как как Всевышний, да, как Бог, он показывает людям, что как бы вы ни думали, что вы управляете жизнью, миром, собой, все в одну секундочку может рассыпаться, вся ваша, вот эта выстроенная крепость, технологическая крепость, она может как в индивидуальном порядке рассыпаться, когда, как Стив Джобс, например, умер, человек, который был царь технологического мира, можно так его назвать, он был царь технологического мира, и когда он умер, это была как, знаете, как Вавилонская башня, то есть, человек, который изменил мир через технологию, а бах, и в 56 лет умер, а сейчас весь мир из-за маленького-маленького вируса, он тоже посыпался, просто вот так вот взял, шик, все. Хорошо, а Тора как была, так и есть, и значит, мы закончили вчерашний урок на 30-й отрывок 10-й главы, что цадик, цадик это праведник, он никогда не споткнется, а злодеи, они не будут населять землю, они не останутся жить на земле, и здесь очень интересно понять это, можно только, если мы чуть-чуть обратно вернемся, если мы посмотрим на 28-й отрывок, то хелет садиким симха, то хелет это упование, как надежда, это то хелет, есть такое слово, то хелет праведникова, она всегда симха, она радость, то есть цадик, он надеется на те вещи, которые у него всегда будут, это очень интересно, когда человек надеется на то, чего у него не будет, то дальше у нас будет отрывок Мишли, это вызывает у него коевлев, то есть это у него вызывает боли в сердце, когда человек живет в долгой, продолжительной надежде на что-то, и у него не получается, Это стресс, и это у него происходит боли в сердце. И может даже инфаркт случиться, когда человек все время хочет и не получает. Теперь, когда человек хочет и получает, он испытывает радость. В этом смысл жизни есть, как говорят ученые, есть четыре гормона, которые отвечают за счастье. Первый гормон – это дофамин. Он вырабатывается, когда ты достигаешь цели. То есть у человека внутри дофамин, и у него, значит, очень внутри ощущение счастья, состояние счастья. Теперь, значит, вот здесь об этом говорил нам царь Соломон почти три тысячи лет назад, что Тухелет Садитим, надежда цадиков, она вызывает у них радость. Почему? Она всегда выполняется. Все, что ты хочешь, у тебя есть. Цадик, он живет в краткосрочной перспективе. Зачем ему думать про долгосрочную перспективу, если Бог, он управляет миром? Все равно мы не знаем, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра, через месяц, через год. Это еще раз нам доказательство, что все неизвестно. Это было в Коэлли, если кто хорошо учил Коэлли, он помнит, как там было сказано, что, значит, если скажет тебе кто-то, что он знает завтра, то ему не верит. Никто не знает завтра, завтра неизвестно. Вот мы увидели сейчас, что все планы, все расчеты, все экономические росты, все какие-то там большие планы, государственные или частные, они оказались рассыпанными. А цадик на что надеялся? Цадик надеялся, что он утром встанет, правильно? И, значит, скажет Богу спасибо. Дальше он сделает там какие-то упражнения, потом поучится, помолится, поучится, помолится, сделает кому-то доброе дело и так далее. Это все надежды праведников. И праведник, он все время счастлив, у него все время радость, у него ничего разрушиться не может. А надежда злодеев, она потеряется. То есть на что надеется злодеев? У злодеев, какая у злодеев жизнь? У них жизнь заполнена завистью, у них жизнь заполнена вожделением, и у них жизнь заполнена ководом, почетом, стремлением к почету. Это как бы то, что наполняет внутренний мир злодея. Для того, чтобы все это реализовать, он строит какие-то планы и так далее, и они, оп, они теряются. И это мы повторили в 28-м отрывок. Теперь нам будет понятно, 30-й отрывок, в котором мы сейчас находимся. Праведник никогда не спотнется, а злодей не унаследует землю. Значит, праведник не спотнется, потому что... На чем ему спотнуться? На чем он может спотнуться, праведник, да? Он, его планы, я просто видел несколько праведников. Вот сейчас сидит, например, Рафхайм Каневский, сидит, он учит Тору. То есть его, вся его жизнь, это стендер, и он учит Тору. Учит он Тору, изучает, к нему приходят люди, задают вопросы, он им говорит ответы. Вот сейчас интересно сложилась в Израиле ситуация, когда к нему пришли, говорят, правительство сказало, что карантин. Ешивы надо тоже закрывать. Закрыты институты, закрыты школы, закрыты садики. Что делать с Ешивами? Это где сидят, изучают Тору. Он говорит Рафхайм Каневский, пусть учатся. Пусть сидят, учатся, потому что... Почему? Во-первых, Бог, он... Этот мир создан для того, чтобы люди создавали духовную вот эту энергию, приближались к Богу. То есть, когда они учат Тору, это значит, что они защищают мир. Это армия, они должны защищать мир. Если они сейчас перестанут изучать Тору, то защита снимется, будет хуже. Это то, для чего им учиться. Они армия Бога, которые своей изучением Тора, они создают вот эту защиту. Это первое его было, как бы, почему. Второе, почему он говорит, а скажите, сколько людей, сколько людей в Израиле заболело? Ему говорят, 250 человек. А сколько умерло? Ни одного. Он говорит, так это не эпидемия. Он говорит, это не эпидемия. Нельзя это назвать эпидемией, когда на весь Израиль 9 миллионов населения, 250 больных, и ни один не умер. Он говорит, если бы хотя бы 3 умерло, это страшно. Тогда это опасность для жизни. Потому что 1-2 могли случайно умереть, а 3 это уже не случайно, это уже действительно пошел процесс. Но так он говорит, смотрите, с одной стороны, вы хотите снять полностью защиту. С другой стороны, оснований для этого, фактических оснований, кроме страха, пока нет. И он сказал, что пусть продолжают учиться, и такое было его решение. Очень интересно. Хорошо. Теперь, значит, 30-й отрывок мы тоже вчера изучали. Праведник никогда не споткнется, потому что он выполняет все время заповеди Бога. Просто единственное, что очень интересно, вот никогда не понимаешь ход мысли вот этих людей, да? Потому что я, например, думал, что опасность уже есть. А он взял и посмотрел, так как еще никто не умер, то это нельзя назвать опасностью. То есть, как бы, именно дат, способ мышления Торы и способ мышления обычных людей, он отличается. Теперь, значит, 31-й отрывок. Сегодня мы заканчиваем 10-й главу, 31-й отрывок и 32-й. Значит, пицца ник Янув Хохма. Изо рта у праведника течет, можно так сказать, Янув это течет, хохма, течет божественная мудрость. У Лашонта опухот тикарет. А язык извращенный, он отсечется. Значит, есть... Сейчас я расскажу, как объясняют комментаторы. Очень интересно, они объясняют этот отрывок. Совсем вот не по прямому то, что мы читаем. Пицца ник Янув Хохма. Есть человек Хохам. Это тот, кто изучает Тору. Вот он изучает Тору. И он, в принципе, ему даже не надо взаимодействовать с окружающим миром. То есть, так как у него модель мира, Тора в голове, и он точно знает, как Бог сотворил мир и как, что надо делать, то ему, Хохаму, мудрецу, ему не нужно вообще с миром взаимодействовать. Праведник, он наоборот живет в мире. Он все время действует, он все время действует. Он все время выполняет заповеди. И поэтому у него, его, как сказать, его связь с Богом, она лежит через этот мир. Через этот мир, через действия. Поэтому изо рта у цадика выходит Хохма. Он может ответить, так как он через себя пропустил практически все взаимодействие с миром, он может ответить на любой вопрос, на любой вопрос человека простого. Вот этот вот Лашон Тапухот Тикарет, объясняют мудрецы, что язык искривляющий, он будет отрезан. Например, если спрашивают Равхая Маканевского, он ответит по Торе, да? Его даже не поймут обычные люди. Вот если там израильские какие-то журналисты, они понять не могут, что он говорит. А цадик, такой, цадик это тот, кто живет в мире, который он сквозь себя пропустил Тору. Он бы им ответил бы так, чтобы их язык извращенный, он отсекся. И так объясняют этот отрывок, что цадик, он это тот, кто Тору выполняет в этом мире. И когда к нему язык извращенный, есть люди, которые выступают против Торы, и которые хотят, задают такие вопросы какие-то с подвохом, так праведник, он даже не поймет их вопроса. То есть, может он и поймет, но он ответит им с точки зрения Тора, они не поймут ответа. А цадик, он ответит им на их языке. Я вспоминаю здесь историю, когда одна женщина спрашивает, когда такого великого раввина, такого интеллектуала, был равной Дершил такой, да? Его спрашивают, скажите, почему в шаббат нельзя включать электричество? Ведь электричество это же не огонь. Почему я не могу включить электрическую печку? Спрашивает его женщина, я хочу готовить не на огне, а на электричестве. Все, это же не огонь, написано, нельзя зажигать огонь. И равной Дершил, он ей начинает объяснять электроны, электричество, там какие-то начинают такие глубокие интеллектуальные вещи объяснять. А на этот же вопрос задала рав Амнон Ицкак. Есть такой раввин в Израиле, он из простого такого народа, говорит по-простому, и она его спрашивает, скажите, почему нельзя печку электрическую включить в шаббат? Это же не огонь, это не огонь. А он ей говорит, этой женщине, это не огонь ты говоришь, а ты сядь на нее. Он говорит, ты на нее сядь, говорит, ты поймешь, что это огонь. Это огонь, он говорит, как огонь обжигает, так и эта штука обжигает. Все. То есть он ей объяснил на ее примере. Хорошо. Теперь 32-й отрывок, последний в 10-й главе. Севтей цадик ядун рацион упиры шаим та опухот. Значит, уста цадика, уста праведника знают желание Бога, а род злодеев, он извращает реальность. Опять же здесь мы приходим к тому, что человеком в этом мире управляют его намерения. То есть самое главное, самое главное, это намерение человека, в какую сторону он хочет двигаться. Значит, у праведника, у праведника, у него одно намерение. У него, у него одно намерение у праведника, это двигаться в сторону Бога. Двигаться в сторону Бога, и род злодея он извращает. У него одно намерение двигаться в сторону своих желаний, в сторону того, что он хочет сделать, в сторону своего эго. Вот разница между праведником и неправедником. Праведник, он знает желания Бога и делает, и хочет его выполнить. Злодей, он хочет выполнить свои желания, его интересует только его я, его самоудовлетворение, которое, в принципе, является центром его жизни. И это главная разница между праведником и неправедником. Все, дорогие друзья, мы закончили 10 главу. И какие выводы можно сделать, что, еще раз, если человек живет в концепции божественной, то у него все хорошо. У него что кризис, что не кризис, что вирус, что не вирус. Он все время живет с Богом, все время радуется. Если человек живет в иллюзорной концепции любой другой, кроме терранической, то сегодня ему, конечно, страшно, опасно, непонятно, мир его разрушился. У праведника мир не разрушился, у него все, что было, так оно и будет. И разница между праведником и неправедником – это намерение. Кто хочет идти к Богу, у него намерение праведника. Кто хочет идти от Бога к себе, к своим желаниям, у того намерение злодея. Все, удачи, успехов всем, хорошего дня, чтобы все были здоровы.